Это Сева. И Андрей. Посмотрите кто не знает. Всем привет дорогие друзья. Сегодня мы в рамках похода всех альтернативы решили посетить Байдарскую долину. Высадились в поселке или в селе Новобобровка и пришли вот сюда. Но Бобров не видели. Может быть еще все впереди. Мы находимся в районе русла пересохшего, как видно, реки Бага. Но подробнее об этом расскажет Вячеслав. Да, сегодня у нас получилась такая очень хорошая высадка, вылазка в горы. Впереди ждут еще несколько интересных точек маршрута. А сейчас мы находимся как раз таки в урочище реки Бага, которая к сожалению не очень полноводна в этом сезоне. Крыму. Я там лужу видел. Лужа, лужи, но от этого Чернореченское водохранилище не станет больше. Мы надеемся, что весной эта река наполнится водой. Но во всяком случае на Айпетре снег есть. У нас сейчас конечно не золотая осень, но даже в январе видно вот это вот былое наследие от красок осени. Такое увядшее немного, но место очень красивое. Скалы, деревья. Всем рекомендую. Мы от русла реки Бага прошли через холм. Пытались найти замечательные царские ящики. Нифига их не нашли. Вот. Вынуждены были вернуться обратно в Новобобровку. проделать офигительно утомительный путь на вершину новых холмов. И вот пришли сюда. Пещера Сюм-Дюр-Лю. А теперь мы идем внутрь пещеры и смотрим, что же у нас там. Главное смотри, не подкользнись. Иначе кто же нас будет снимать. Если он у нас не дали плому, он может обвалиться. Но я не думаю, что кто-то из нас взял первую. И слава богу. Что? Что? Слохо. Осторожно, смотрите под ноги. Чтоб мы потом вас не несли в учитель наибольный обратно по цивилизации. Иначе это не будет? А? Как себе штуку придет? Вот сюда. Вот такой вот интересный обвал. У меня есть офигительная идея. Правда не новая. Собирать деньги за ремонт этого обвала. Как Андрей? А потом можно таргетированную рекламу запускать? Я за. Итак, мы находимся в пещере Синдрулю. Это интересный грот с двумя входами. И небольшой такой достаточно короткой патерной. С этим местом связана очень интересная легенда. Что в свое время сюда тюрки согнали генетисов. И заложили вот эти два входа кострами. В свою очередь очень много людей погибло. И как раз таки в этом месте можно быть действительно свидетелем этих печальных событий. Раньше в этой пещере находили очень много костей. И по количеству костей она была в принципе тождественна. И равна такой пещере как Сичиглава. Которая находится на Щепердаге. В целом место достаточно интересное. Очень хорошие такие геологические образования. Поэтому рекомендуем вам вступать в Севастопольскую альтернативу. И подключаться к нашим походам выходного дня. Спасибо. Это была такая скрытая реклама. Это пещера сама глубже на завалке или она такая есть? Пещера сама внизу, а так не до конца. Да вот мы сейчас и думали, что у нее новые завалы какие-то. Ты снимаешь видео? Да. Красавчик. Поснимите. Я тоже пришел в эту пещеру. Надеюсь, я из нее еще и не буду. У меня большой вопрос. На самом деле, может быть, Вячеслав сейчас на камеру нам об этом расскажет. Посмотрите, черепотецкий. Поддавитесь. Почему? Почему при всем при том, что эта пещера уже давно получается обнаружена, она же не является секретом, вон табличка стоит. Почему все вот эти артефакты в виде человеческих костей, они до сих пор находятся в пещере? Есть какие-то предположения? Всеволод, я думаю, что все-таки эти артефакты, они просто физически отсюда не перемещаются по той причине, что официальная программа по перезахоронению этих останков, к сожалению, не работают. Ее нет просто, да? Я думаю, что нет, но во всяком случае, я думаю, что вот эти непосредственно… нельзя сказать, что артефакты, останки, они напоминают в первую очередь о том, что необходимо оценить мир, необходимо оценить ту ситуацию, то равенство и понятие именно равенства народов. И в данном случае эти останки являются невольными свидетелями всех ужасных событий, которые здесь происходят. Можно я по-другому интерпретирую твои слова? Здесь лишь, наверное, не о равенстве народов, а проявлении какой-то человечности, гуманизма, если мы исходим из той легенды, о которой ты вначале рассказывал, о том, что османы здесь согнали генуэзцев и, собственно, их там либо ударными газами задушили, либо сожгли, то это вопрос о преступлении против человечества. Как ни крутеют все люди люди, если они люди. Поэтому в данном случае это история, которую мы можем прикоснуться, посмотреть, увидеть. Но, тем не менее, вопрос остается, почему до сих пор это все не организовано, не лежит в каких-нибудь музейных фондах, не изучается генетика, например, на предмет их происхождения. А вот так вот, без присмотра, как бы, находятся в пещере, потому что это мы с собой пришли, аккуратно посмотрели, после нас пришли какие-то другие, совсем другим уровнем ответственности люди, и все это растащили, либо просто передали здесь какому-то вандализму, ну, как вариант. Да, думаю, так и есть. На самом деле, думаю, было и больше, просто перебили, перекололи нам всякие придумки. Ну, вот, собственно, мы дошли до конца пещеры. Конец он, правда, такой, с какой-то пары стал, просто завалило дальнейший проход камнями. Вот, и исследовать ее дальше уже не представляется возможным, просто по объективным, физическим причинам. Вот, ну, на самом деле, интересно, глубоко и даже немножко страшно, потому что, раз она завалила тогда, кто-то сказал, что она не может завалить сейчас. Либо я купил пещеру губой, но я на меня и не купил, он интересный пещер. Исключительно... Ты можешь себе представить, меня бы здесь не было? Ты себе представишь, какое было бы уныние? Маку, это был бы отдых. Что это? Что? Тлен и уныние? Гридалой уныние. Гридалой уныние. Гридалой уныние. Гридалой уныние. В общем, мы выбираемся на выход. Давайте выберемся через этот вход, если кто-то хочет, потому что через вход мы входили. Готово? Да, так можно отключить фонари. Извольте, чей это был? Ты поставишь? Да, это мы. Ты учу? Пожалуйста. Гридалой уныние. Ты со мной? Конечно. Этот длинный подследователь всегда за вами. Коротышки должны помогать друг другу. И всегда во всем вас поддерживают. Да, сейчас мы ее это только изучить как истина последний станок. Мы все поняли, что вы это... Держи. Вот, вот, вот. Давай, друзья, мы вам выгадутся. Прекрасный, мне кажется, привал. Отличное место, где можно наконец пообедать. Ну и завершение, как это выглядит. Вход. Потрясающий поход, на мой взгляд, мы сегодня совершили вглубь этой пещеры. Я здесь первый раз. Понимается тоже. Ну и большинство людей тоже. Так что севастопольцы и гости города, есть и такие места в Байдарской давине. И так, друзья, мы завершаем наш сегодняшний поход. На него ушло примерно пять часов. За это время мы посетили иссохшее русло реки Бага. Не нашли знаменитые, но секретные таварские ящики, которые мало кто умудряется найти без должного опыта. Но зато поднялись на пещеру. Как пещера называется? Синдерлю. Я не повторю. Синдерлю. Синдерлю. Водохранилище. Отличная перспектива. Очень красиво. В общем, на самом деле, отлично проведен на воскресный день. Такие красоты есть в Байдарской долине. Рекомендуем вам еще одни достопримечательности Севастополя. И завершающим штрихом ко всему великолепию сегодняшнего дня открылась вот эта замечательная панорама на подснеженные вершины окружающих гор. Когда мы шли в пещеру, эти вершины были покрыты тучами. Сейчас мы вышли, мы видим, как они с одной стороны подсвечены солнцем, с другой стороны мы видим, что они слегка подснежены. Отлично. В Севастополе этой зимой я еще снег не видел, но удалось его увидеть вот на расстоянии нескольких километрах. Так что в Крыму есть снег.